Приветствую вас. Аноним. Смотрите. Ваше действие сейчас в основном касается трех основных направлений. Первое направление – это определение и корректирование всех оснований, на которых ваш мышь бил вас. Это не случайно. И по тому, что эти основания есть непосредственно в вас, непосредственно в вас, это может повториться. Потому что вы выбираете таких мужчин, которые склонны к насилию. Поэтому из того, что произошло, из того, что случилось, необходимо сделать выводы. Необходимо извлечь урок, опыт и скорректировать так, чтобы больше не повторилось. Иначе следующий мужчина тоже вполне вероятно будет вас бить. Следующее направление – это организация своей личной жизни, чтобы в вашей жизни вновь появился мужчина, который бы заменил ребенку отца. Ребенок двух лет достаточно быстро способен переключиться на другого мужчину. У него еще нет такого восприятия образа отца. Поэтому вы находитесь в достаточно выигрышном положении сначала. Но затягивать с этим не стоит. Ребенок может начать ревновать вас и не принимать мужчину соответственно. Поэтому очень важно скорректировать первый момент для того, чтобы мужчины смогли устраивать дорогу отношения без насилия. Третий момент, третье направление заключается в том, что вам необходимо быть честным с ребенком. И про любовь говорить ребенку не стоит. Это то, чего он не поймет сейчас. Но по закону нужно сказать, что вы расстались с отцом, что папа не может сейчас с тобой общаться, не может сейчас тебя видеть. Вот. У него нет возможности этого сделать. Все. По мере взросления ребенок будет задавать новые вопросы и вам очень важно на них отвечать. Имея в виду, что ребенок понимает. Вот и все. Но за временем, этих вопросов будет меньше. До тех пор, по мере того, как новый мужчина будет заменять ребенка просто. Вот и все. Но очень важно, чтобы вы это делали прямо сейчас. Чтобы прямо сейчас вы начали коррекцию своего поведения, своих личностных проблем. Чтобы прямо сейчас вы выходили из состояния жертвы, когда вы не отвечаете за свои поступки, за свое поведение. Например. Вы расстаетесь, разводитесь с мужчиной. Но вы не знаете, что говорит ребенок. Это странно. Это по меньшей мере странно. Потому что, извините. Извините. Ну. Ребенок. Так или иначе. Последствия вашего расставания на себе ощутились. Когда вы разводились, вы знали это. Не очень понятно, почему сейчас вы не знаете, что говорит. Так получается, что вы совершаете какие-то действия, но вы не готовы к тому, что за этим последует. Вы не готовы к тем результатам, к тем последствиям, если угодно, которые за этим последуют. На мой взгляд, это не совсем корректно. Из этого состояния вам нужно выходить. Про состояние жертвы подробнее можете почитать в интернете. Изучи треугольник Карпмана. Вот. И дальше, я полагаю, вам необходима психотерапия. Необходима психотерапия. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Удачи.